В Устелимске родители приглашают приводить детей в детский сад. С чем связаны такие меры? Узнаете совсем скоро. О капитальном ремонте участка дороги Чита-Забайкальск-Граница КНР расскажем в этом выпуске программы «Середина земли». По всей стране прозвучали первые школьные звонки. Подробнее о том, как в Монголии встретили День знаний, расскажем в этом выпуске. В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Татьяна Веретина и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. Звезды на Байкале услышат не только в Приангаре. Международный фестиваль классической музыки будет транслироваться на Европу и Китай. Для этого в Иркутск приехала съемочная группа Московской филармонии, специализирующая на освещении масштабных музыкальных мероприятий. Они могут отличить первый кларнет от второго, а гобой – от английского рожка. На глаз и на слух. И знают, как снимать концерты так, чтобы играла не только музыка, но и картинка. У съемочной группы Московской филармонии такая работа. Из Иркутска они в течение трех дней будут вести прямую трансляцию концертов, которые предусмотрены программой музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Заказчик – один из французских интернет-каналов. Аудитория – страна Европы и Китай. Зрители, которые видят в интернете концерт и которые знаком с классической музыкой непрофессионально, чтобы, увидев ее, он ее полюбил. Чтобы ему стало интересно, как выглядят эти инструменты, как они работают в ансамбле, как они создают эту музыкальную драматургию сами музыканты, сами оркестранты. А посмотреть и послушать будет что. Программа 11-го международного фестиваля классической музыки, как всегда, насыщенная. На одной сцене вместе с народным артистом Денисом Мацуевым выступит японская скрипачка Саяко Сёдзе. Настоящим событием, по словам самого бессменного организатора фестиваля, станет возвращение в ряды участников «Звезд на Байкале» симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Три концерта, которые открывает фестиваль, это такая планка, это такое звучание этого бриллианта, как называли многие газеты, действительно одного из самых великих оркестров мира. Каждый раз, когда я выхожу с маэстро на сцену, это настоящее музыцирование, настоящая импровизация, предвосхищение разных идей. Главный дирижер и художественный руководитель оркестра Юрий Тимирканов сообщил, что счастлив вернуться и к участию в фестивале, и на Иркутскую землю. Я очень рад, что я приехал сюда, особенно вчера было хорошо. Концерта, во-первых, не было, был свободный день на Байкале. Я был с друзьями, которые сказали, что это один из самых лучших дней в их жизни, и почти так же и со мной. До 10 лет не было нас здесь, и очень жалко. Татьяна Веретина, Александр Барановский, Середина земли, Иркутская область. Все в сад в поселке Железнодорожный Устилимского района воспитатели устраивают поквартирные обходы и уговаривают родителей отдавать детей в дошкольные учреждения. Об одном из них под названием «Малыш», где не хватает одного малышей, в следующем сюжете. В этом году мы приобрели скалодром деткам учиться, назвать и не бояться высоты, и веревочную лестницу. По уровню оснащенности этот детский сад в поселке Железнодорожный ничем не уступает городским. 60% персонала с высшим образованием. Свою работу любят. Достаточно пройтись по группам, посмотреть, как воспитатели общаются с детьми. В садике есть все, кроме самого главного. Детей. Если ясельная группа заполнена, то в старшей явный не комплект. Они приходят к нам в старшую подготовительную группу, а вот такой возраст, как 3 года, он у нас выпадает. Или есть самые маленькие, то есть мы набрали детей от года 3 до 3, здесь у нас переполнено. А вот с 3 лет деток нет почему-то. Хотя в поселке дети есть этого возраста. Мы могли бы принять из города детей, кому это необходимо. По нормативам детский сад может принять 230 детей. Ходит сейчас 208. Чтобы наполнить группы, сотрудники решились на беспрецедентные меры. Они совершают поквартирные обходы и уговаривают отдать детей в дошкольное учреждение. Главный аргумент. Даже в случае, если у мамы есть возможность самой сидеть с ребенком, то в детском саду среди сверстников ему будет гораздо интереснее. Евгения Власек, Николай Крупченко, Середина земли, Иркутская область. В онкологическом диспансерии Иркутской области паломничество к чудотворной иконе Божьей Матери Всецарица. Верующие считают, молитва перед этим образом способна исцелять от онкологических заболеваний. Много ли среди пациентов оказалось желающих вручить судьбу в руки Господа, расскажет Анастасия Цыганкова. Братья и сестры, не сумнясь, не сомневаясь нисколько, прибегать к Божьей Матери, что она может абсолютно все. Все может. Исцелить наши болезни, недуги, избавить от скорби и бед. Только нужно одно – вера. Ольга Цыганкова, мама трехлетнего Кирилла, верила. В 2015 году у сына обнаружили злокачественный опухоль головного мозга. После операции мальчик пошел на поправку и в августе был выписан из больницы. Пока врачи боролись за жизнь Кирилла, мама молилась. Узнав, что сегодня в онкологический центр привезут чудотворную икону Всецарица, вместе с сыном пришла поблагодарить Божью Матерь, которая обратилась в самую тяжелую минуту жизни. В таких ситуациях теряется вера, теряется надежда. Но такие иконы, они помогают нам поддерживать веру в лучшее, в то, что нас Бог хранит, в то, что исцелит. Я думаю, это надо. По договоренности с администрацией онкодиспансера, Иркутская епархия на некоторое время передала образ медучреждению, чтобы все, кто верит в чудотворные способности иконы, могли перед ней помолиться. Желающих собралось около сотни человек, в основном из числа пациентов. Как считается, Всецарица может спасти от рака, а также наркотической и алкогольной зависимости. У нас в часовне были случаи исцеления, у нас в часовне находится тоже список этой чудотворной иконы. Исцеление и предыконы были, и мироточение были иконы. В Иркутске уже есть две копии Всецарицы, писанных, впрочем, не с оригинала, как это, а с других копий. Одна хранится в князе Владимирском храме, другая здесь же, в областном онкодиспансере. Привезена из Москвы на деньги, которые были собраны персоналом больницы. Образ находится в молельной комнате. Я сама люблю иногда, когда очень все плохо, дойти до церкви не хватает времени, потому что постоянно чем-то занят, какими-то заполнениями документов в правительстве. А здесь придешь, здесь и с больными поговоришь, и сам спокойно постоишь, и получается, практически духом пополняешься, новыми силами, и работаешь дальше. После молебны в онкологическом диспансере Всецарица была доставлена в Сибэкспоцентр. Выставка «Православная Русь» откроется 2 сентября и будет работать в течение недели. Доступ к святыне будет открыт всем желающим. Анастасия Цыганкова, Александр Барановский, Середина Земли, Иркутская область. Это были одни из самых заметных событий при Ангаре. Программа «Середина Земли» продолжается. На связи с нами коллеги из Читы. Здравствуйте. Ждем информацию и интересные факты о Забайкальском крае, о чем вы готовы рассказать. Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях нашего региона расскажу я, Яна Ершова и мои коллеги-корреспонденты. Памятный знак великому джазмену и уроженцу Забайкалья Олегу Лунстрому откроют в Краевой филармонии во время фестиваля Чита-джаз-2016. После открытия знака в Большом концертном зале филармонии состоится также концерт иркутского джаз-бэнда «Доктор Джаз». Ну а теперь перейдем к другим новостям нашего региона. Участники военно-патриотической игры «Зарница» продолжают проходить сложные этапы. На одном из них под названием «Учебный центр» побывала моя коллега Юлия Тимошенко. 20 команд со всей России разделены на несколько подгрупп. Для каждой в пятый день соревнований свой этап. Сегодня в 212 окружном учебном центре собрались сборные Хабаровской республики Тыва, Томска, Хакасии и Читы. В каждой по 8 человек. Утром команды побывали на стрельбище, а после обеда им предстояло пройти 6 испытаний. Первая – строевая подготовка. Конечно, без ошибок не обходится. Четкий ровный шаг получается не у всех. Эти ребята приехали из села Болгазын республики Тыва. Все они студенты агропромышленного техникума, будущие лесники и технологи по мясопереработке. Понятно, что конкурировать с подготовленными курсантами специализированных вузов им сложно, но они стараются. Как и хабаровчане – участники военно-патриотических клубов, которые в это время проходили этап под названием РХБЗ. Вроде бы все просто, но на деле уложиться в военные нормативы удается единицам. Ребята и сами признают – другие испытания даются проще. Хабаровск, чем сильнее? Военно-прикладные виды спорта, спортивные. Разборка, сборка автомата, снаряжение магазина. На стадионе учебного центра каждая команда прошла и этап начальная физподготовка, включающий метание гранаты, бег на 100 метров и подтягивание. Перевести дух можно было на теоретических этапах – медицинская и инженерная подготовка. На одном из них мы встретили четинцев – команду «Я, рюкзак и ноги», сокращенно Ярин. В 2015-м она заняла третье место. Студент ЗАБГУ, будущий учитель ОБЖ и географии Анатолий Сосновский – один из лидеров команды. Именно ему поручили в этом году прохождение нового этапа – прыжок с парашютом. Почему вы? Не знаю, потому что я боюсь высоты. А у меня так получилось, что все из команды у нас не имеют опыта прыжка с парашютом. И в недавней поре я совершил прыжок уже для опыта. И вот в завтрашних, после завтрашних днях будет прыжок второй. Уже третий год координатор площадки учебный центр – майор запаса Владимир Чувашов. По его мнению, команды с каждым годом все сильнее. В составе многих сборных и представительницы прекрасного пола. Девушки как выступают, показывают себя? Побольше бы таких девушек в команде. Стреляют здорово, автоматы разбирают на скорость. И полагаю, что пора уже нам задуматься создавать подразделение специального назначения, где бы играли только девушки. За Байкале ребятам, безусловно, запомнится. И не только тем, что здесь им пришлось в полной мере испытать себя. Нравится природа, открытые люди. Правда, климат, говорят, странный. Утром и ночью холодно, днем жарко. Но это пустяки. Ничто не может помешать победе. Юлия Тимошенко, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. Почти 760 миллионов рублей. Такова стоимость ремонта, в том числе капитального, участка дороги Чита-Забайкальск, граница КНР. Какой будет трасса ко дню сдачи в эксплуатацию, и что впервые в Забайкальском крае применили в своей работе дорожники, узнавала Анастасия Новгородова. Запах пыли и свежего асфальта на участке от реки Никиши хода до Расуна для водителей уже стал привычным. В начале июня здесь начались работы по ремонту дороги. Всего в планах у дорожников отремонтировать вплоть до Расуна 40 километров трассы, 23 из которых капитально. Стоимость работ 758 миллионов рублей. В планах Упердора за Байкальем не только отремонтировать и расширить дорогу, но и изменить радиус резких поворотов для безопасного движения автомобилей. За времен строительства здесь никаких работ глобальных по капитальному ремонту и ремонту не производились. Будет приведена дорога в нормативное состояние. Предусмотрено ремонт покрытия 14,7 километров в общей площади 141 тысячи квадратных метров. Будет отремонтировано 36 примыканий, которые проходят по поселку. Заменено 17 труб железобетонные на металлические. Отремонтировано 11 труб. На сегодняшний день на участке от Новокручиненска до Маковеева на устройстве земельного полотна, отсыпке основания, местами и укладке асфальта работает более 50 единиц техники. Впервые в Забайкальском крае в своей работе дорожники применяют армированную геосетку. Геосетка армированная дополнительно, что позволяет сократить толщину основания до 29 сантиметров, нижний слой основания. То есть она дает особую прочность и позволяет, можно так сказать, ускорить объемную работу. Уже в сентябре Упердор планируют сдать в эксплуатацию 17 километров дороги, оставшиеся 23 в декабре 2016 года. По словам начальника отдела капитального строительства, также будет проведено освещение не только в поселках, но и продлено за их границы. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Монголии, они уже с нами на связи. Здравствуйте, коллеги! Расскажите, что интересного произошло у вас. Спасибо, коллеги! Приветствуем зрителей программы в Пурятии. В эти минуты расскажем о событиях в Монголии. В студии Лхама и Ми начинаем. Белые банты, море цветов и улыбки на детских лицах. В Монголии прозвучали первые звонки в честь начала нового учебного года. Свои двери для первоклассников и первокурсников открыл уланбаторский филиал Рео имени Плеханова. На праздник Дня знаний побывала и наша съемочная группа. Больше всего Дню знаний радуются те, кто впервые идет в школу. В этом году 150 первоклассников сядут за парты уланбаторского филиала Рео имени Плеханова. Покинув стены детских садов, они уже не считают себя малышами. Сегодня для них впервые прозвучал школьный звонок. Ребята сели за парты и уже настроены на хорошую учебу. Я умею читать, писать. Какой предмет ты будешь любить в школе? Люблю математику. Для того, чтобы первый учебный день стал для детей по-настоящему праздничным, руководство школы подошло со всей ответственностью. В этом году мы провели ремонтные работы в помещениях всего филиала, приобрели учебники. В этом году мы начали такой масштабный проект по ремонту плавательного бассейна, который будет функционировать в нашем филиале уже в начале этого учебного года. Также в уланбаторском филиале Рео имени Плеханова начинается совершенно новая жизнь не только для первоклашек, но и для первокурсников. Этот день является для них очень волнующим и запоминающимся. Я приехала именно в Монголию, потому что здесь ближе к моему дому, и я могу здесь потянуть свой русско-монгольский язык. Торжественную линейку по традиции открыл первый заместитель директора филиала, доктор исторических наук, профессор Луксан Циренду Горжав. Он обратился с напутственными словами к первоклассникам, поблагодарил родителей, дал советы выпускникам. Я хочу сказать, те, кто учится здесь, кто хочет успешно учиться, могут и хорошие документы образователи получат. И здесь есть все возможности хорошо учить наших студентов. С днем знаний всех присутствующих приехали поздравить и официальные лица. Советник посольства Российской Федерации в Монголии по экономическим вопросам Балта Дагбаин. Советник посольства Российской Федерации в Монголии, директор Российского Центра науки и культуры Евгений Михайлов. Третий секретарь посольства Российской Федерации в Монголии, пресс-атташе Анна Акулова. Послан Российской Федерации в Монголии Азизова Искандера Купаровича от себя лично сердечно поздравит вас с днем знания. На линейке прозвучали многочисленные пожелания, яркие танцевальные номера, а также стихи и песни о школе в исполнении учащихся старших и средних классов. Мирослава Барху, Уну Болт, Байра, середина земли, Монголия. 95 лет со дня образования отметила Федерация монгольской молодежи. Это знаменательное событие для всех представителей ассоциации началось с возложения цветопамятников Сухубатору. Деятель монгольской народной революции был одним из основателей молодежного движения. Подробнее в нашем сюжете. История Федерации уходит своими корнями в далекий 1921 год. Все началось с образования Революционного союза молодежи, деятельность которого была направлена на укрепление республиканского строя, поддержание дружественных отношений с другими странами и становление новой жизни. Наша федерация занимает первое место среди азиатских стран. Мы сотрудничаем с 20 федерациями молодежи по всему миру. В ассоциации и представительствах работают люди в возрастной категории от 16 до 39 лет. Сегодня мы вместе отмечаем наш большой и заслуженный юбилей. Ни одно поколение людей пережило на себе исторические этапы развития федерации. В этот праздничный день поделиться своим опытом с молодым поколением и вспомнить трудовые годы пришли не только руководство федерации и ее представители займаков, но и ветераны этого общества. Монгольская федерация молодежи в то время играла большую роль в развитии страны, строила новое общество, принимала активное участие в развитии демократии. Федерация помогала воспитывать у молодежи чувство патриотизма к своей родине. Были созданы все условия для того, чтобы молодежь проводила свое время с пользой. На сегодняшний день деятельность федерации ведется по всей стране. Представительство находится в 21 Маймаке, 9 районах и более 330 Сомонах Монголии. В праздничной атмосфере состоялась церемония награждения. Свои заслуженные награды за высокий профессионализм и ответственность получили представители филиалов федерации. С каждым годом деятельность федерации становится все лучше и лучше. Границы расширяются и открываются новые возможности. Теперь наши сотрудники могут высказывать свои предложения и идеи правительства Монголии. Отрадно отметить, что значимость федерации из года в год растет. За многолетний период организация претерпела целый ряд структурных преобразований. И сейчас это самостоятельная федерация, которая несет по достоинству свою службу на благо развития страны в сфере экономики, культуры, науки, спорта, политики и международных отношений. Уран Тукс Энджин, середина земли Монголия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее программа продолжит наша коллега из Китая. Здравствуйте, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем в студии Сянджунань. Саммит G20 пройдет на фоне ослабленной мировой экономики самых низких темпов роста международной торговли за последние 30 лет. Поэтому за решениями лидеров «Большой двадцатки» внимательно следит все мировое бизнес-сообщество. Предприниматели надеются, что политики будут противостоять протекционизму и стимулировать экономический рост за счет реформ и развития инноваций. Об ожиданиях бизнесменов материали далее. В глобализации нет ничего плохого. Нужно, наоборот, стремиться к ней. Основатель Али Баба Джек Май известен своей любовью к глобализации. Сейчас бизнесмен обеспокоен прямо противоположными тенденциями в мировой экономике. Сначала жители Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза. Затем кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что страна в случае его избрания может выйти из ВТО. Люди не любят глобализацию, думают, что это плохо. Но глобализация на самом деле может принести пользу каждому. И будет замечательно, если результатами ее сможет воспользоваться каждый человек, каждый представитель малого бизнеса. И я говорил об этом в докладе о рекомендациях «Бизнес-двадцатки». В качестве примера бизнесмен приводит запуск всемирной площадки для электронной торговли. Цель – помочь малому бизнесу выйти на глобальный рынок. Допустим, ребята из Бразилии хотят что-то продать в Аргентине. Как они смогут найти покупателей? Онлайн. Как они смогут перевести деньги? Как они решат проблему с логистикой? Как пройдут тамошнюю? Им нужна единая платформа, которая поможет решить все эти вопросы. Джек Ма призывает лидеров G20 пересмотреть ряд направлений экономической политики и бороться с антиглобализационными тенденциями с помощью развития инноваций. Необходимо сократить меры протекционизма, которые введут к откату назад, и число всевозможных мелких и региональных торговых соглашений, которые только усложняют все. По мнению бизнесмена, политика протекционизма и монетарного стимулирования экономики показала свою неэффективность. Мировое бизнес-сообщество надеется на то, что участники саммита G20 сосредоточатся на структурных реформах. Я думаю, что Китай, пресчитательствуя в 20-ке, сделал очень важный шаг к изменению курса, перейдя от финансовых вопросов и проблем макроэкономики к гораздо более всеобъемлемшему подходу к человеческому благополучию. До старта саммита «Большой двадцатки» в Ханчжоу остается всего несколько дней. Этого события без преувеличения ждет весь мир. Ведь от решений, принятых на встрече, будет зависеть судьба всей мировой экономики. Юлия Куц, CCTV. В Ханчжоу взяли курс на слияние ручной работы и технологий в производстве изделий из шелка. Наряду с поддержкой мастеров авторской вышивки, местные власти поощряют стремление инженеров производственных предприятий улучшать качество изделий. Так, специалистам компании «Вэнсли» удалось усовершенствовать процесс создания цветового перехода на ткани. Эксперты уверены, ноу-хау повысит конкурентоспособность местного шелка на международном рынке. Дин Дзяхун – мастер древнего китайского искусства шелковой вышивки. Впервые иголку в руки взяла, будучи подростком. С тех пор прошло 35 лет. И даже во времена низкого спроса на авторские изделия, любимое дело рукодельница из Ханчжоу не предала. Я часто вспоминаю старые добрые времена в 80-х годах, когда нам приходилось работать сверхурочно, чтобы успеть закончить заказы в срок. В сфере традиционной вышиванки наступил кризис, когда популярность приобрели современные изделия. Мы потеряли наши рабочие места, когда ручной труд был заменен машинами. Три-четыре года я сидела дома, но не было и дня, чтобы я не вышивала. Между тем, многие мои коллеги сдались и сменили работу. Из-под мастерьев востребованные дизайнеры. Или нет худа без добра. Годы безработицы заставили Дзин Дзин Дзяхун углубиться в творчество и достигнуть новых высот. Она освоила большие формы и теперь над каждой работой трудится минимум по полгода. Дальше больше, чтобы передать уникальные навыки древней вышивки подрастающему поколению, мастер взяла учеников. Но есть и другая сторона шелковой индустрии – производство и инженерия. В сфере машиностроения также не прекращается битва за шелк наивысшего качества. Толщина этой ткани – 52 тысячные миллиметра. «Самая сложная часть в процессе изготовления тончайшего шелка – деформация резьбы. Если вы используете высокоскоростные машины, нити могут легко разорваться. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы усовершенствовать оборудование и всю технологию. Я начал с самого начала, с тутового шелкопряда и закончил скоростью машин». Инженер компании Венсли Го Вэнь Дэн вместе со своей командой трудился целый год, чтобы усовершенствовать процесс создания цветового перехода на ткани. Как результат – практически идеальные отпечатки. «Прежде чем я создал эту систему, мы могли полагаться исключительно на опыт колористов. Обычно найти хорошего специалиста не так просто. За последние два года провели ряд тестов, чтобы попытаться повысить точность оттенков на ткани. Цветовая система в полиграфии очень отличается от печати на ткани. Это важно понимать и учитывать». Благодаря разработанной инженером Го Вэнь Дэном цветовой системы перехода местные дизайнеры могут изготавливать красочную шелковую одежду и не бояться, что она полиняет. Современные технологии набирают обороты, но и ручной труд никто не отменял. На международном рынке изделия из китайского шелка сейчас особенно популярны. И задача умельцев из Ханчжоу – положительную тенденцию нарастить. Виктория Слепцова, CCTV. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА